Здравствуйте, с вами Евгений Карташов и в этом уроке я покажу, как устанавливать точку черного и белого на фотографии в конвертере Adobe Camera RAW. Для начала нужно эту фотографию откадрировать, как видите здесь заваленный горизонт, причем довольно таки явно. Для того чтобы откадрировать фотографию, выбираем вот этот инструмент выпрямление, можно нажать горячую клавишу А и просто проводим вдоль линии горизонта, вот таким образом. Фотография автоматически кадрируется, нажимаем Enter и мы выпрямили горизонт. Теперь в соответствии с нашим алгоритмом мы выполняем коррекцию экспозиции, для этого немножко сдвигаем регулятор экспонирования вправо, при этом можно нажать и удерживать клавишу Alt, при этом можно нажать и удерживать клавишу Alt, но как правило этого не требуется, так как регулятор экспонирования он бережно обходится с точкой белого. Мы сделали фотографию немного светлее, теперь устанавливаем точку белого. Для этого используется регулятор белые, он воздействует на самый крайний участок тонового диапазона отвечающего за светлые тона, то есть вот за этот участок. Соответственно регулятор света отвечает за несколько более темный участок, примерно вот здесь. Итак, мы выставляем точку белого, нажимаем и удерживаем клавишу Alt, чтобы видеть отсечку, сдвигаем регулятор белые вправо до тех пор, пока у нас не появится отсечка в каком-то из каналов. Я уменьшаю значение до тех пор, пока отсечка не пропадет или будет ее совсем немножко. Затем при необходимости я могу затемнять или осветлять дополнительно диапазон светлых тонов. Вот сейчас я его немножко затемнил. Проверю точку белого, она немножко ушла и я ее слегка подправлю. Сдвину немного дальше, вот так. Затем переходим к установке точки черного. Для этого используется регулятор затемнения. Нажимаю и удерживаю также клавишу Alt и сдвигаю регулятор затемнения влево. При этом отпускаю и ориентируюсь, какие участки у меня начинают пропадать, то есть где появляется отсечка. Если она появляется в очень глубоких тенях, где детали меня не интересуют, то в принципе можно на это не обращать внимание. Обычно на большинстве фотографий используется значение 10-15, но иногда 20. Как видите здесь я сдвинул до 20, даже до 25. Вот поставил здесь черную точку и при необходимости я могу либо проявить дополнительно детали в темных областях, либо наоборот скрыть их, если они мне не нужны. В данном случае мне наоборот нужно их проявить, поэтому я сдвигаю регулятор тени вправо. Слишком сдвигать не нужно, потому что очень светлые тени выглядят неестественно. Сдвигаю примерно до значения 20-25. Вот так. При необходимости снова подправляю точку черного. Здесь я хотел бы сделать ее немножко поглубже. Вот так. Чуть еще подправлю тени. Вот теперь мы поставили на изображение точку черного и белого. То есть вот таким изображение было и вот таким стало. Как видите уже от установки только точки черного и белого изображение значительно выигрывает. И теперь можно переходить к дальнейшим этапам коррекции, о которых я расскажу в следующих уроках. Субтитры сделал DimaTorzok